Беспощадный российский футбол во всей красе. Очередной матч в рамках российской футбольной премьер-лиги сегодня. Ждем интересной и зажигательной борьбы. Это был Константин Генич, а вместе с ним в студии я, Георгий Чердамс. И смотрим на состав ЦСКА. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Тут защита справляется, потеря мяча. Московский ЦСКА к этому матчу подошел с рекордом лиги по игре в домашних встречах. Ну да, 8 побед из 8 возможных они одержали. К гостям, наверное, стоит сегодня быть очень внимательными, ведь дома эта команда... Нужно забивать и выходить вперед! Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Спасает он свою команду. Мяч летит в сторону ворот. Ложатся они. Вратарь намертво забирает мяч. Великолепное исполнение паса. Штрафной ставит судья. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. В этой атаке оборону пройти не удалось. Из-за боковой игрок ЦСКА введет мяч в игру. Это может быть опасная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Мяч попадает в правый угол ворот. И здесь вратарь свою команду неудачно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Александр Цаунов. Из-за этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч летит в штрафную площадь. Любовь не то слово, которое характеризует... Как он работает с мячом! Всех обыграл! Вагнер Лав! Второй в догоночку. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на загляденье. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Терпеливо ждут они своего шанса. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Полкоманда обыграл! Ничего себе! Сейду Думбия! И что это? Гол! Очень хотел прорваться к воротам. И ни защитники, ни вратарь его остановить уже не могли. На табло 3-0. Это разгром. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Все верно. Края надо чаще задействовать. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Надежно играет защитник. Атака прервана. Удар! И мяч будет введен в игру с угла поля. Удар! Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Три. Удар! 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 Это может быть опасно. Удар! Кстати, плохого паса. Вагнер Лав. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Решил пробить. Ну, а здесь кого винить? Только себя любимым. Посмотрим за этой атакой. Нужно бить поворотом. Мяч в воротах. И это гол. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет. Хет три. Тик. В домашней команде, видимо, сейчас замену. Готов уже игрок выйти на поле. Ждет разрешение орбита. Цауна. Еще много времени до конца матча. Тридцать минут. Пока неплохо. Ударище просто. Очень неточный. Это может быть опасная атака. Острый пас армейца. И как опасно пробил. И он забивает. Этот гол забил игрок, вышедший на замену. Обращу ваше внимание. Какая боль. 5-0. Лоренцию обессили. Отлично сыграно. Надо решать. Друзья, вы поворот вступить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Но надо... Момент для удара. Близко. Очень близко. Игроки не скрывают своего разочарования. Да, разрыв по-прежнему велик. Одни не сдаются, а другие не отступают. Вагнер Лав. Муса. Атакующая комбинация ЦСКА. Неплохо задумано. 15 минут до конца основного времени матча. Не стал ничего придумывать защитник. Просто вынес за боковую. Вагнер Лав. И это может быть опасный штрафной. Флоренцию обессили. Поли. Флоренция ЦСКА. Муса. И в зону атаки мяч переходит. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Муса. Вагнер Лав. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Алексей Миранчук. Тут защита справляется. Потери мяча. Миранчук. Армейцы в атаке. Вагнер Лав. Мяч летит в сторону ворот. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Галкипер выходит и нейтрализует угрозу. Какой удар. Не лег мяч на ногу. Выше ворот. Вагнер Лав. Все, матч окончен. Победу одерживает ЦСКА.